Добрый вечер. Обычно здравомыслящие люди понимают очевидные вещи. Они понимают, что дорогую хорошую машину за копейки не купишь. Такова цена. Ты можешь расстраиваться, огорчаться, ты можешь плакать, можешь жалеть себя, но не продадут. Такой закон. Поэтому все понимают, смиряются и идут и покупают какую-нибудь дребезжащую фигню вместо дорогого автомобиля. А на то посматривают издалека. Так устроен мир. Если человек устроился на работу охранником, то он претендует на 200 долларов и больше ни на что. Так устроен мир. И таких очевидных вещей я могу сейчас тут нагородить целый огород. Все понятно. Каждому. Но вот в сетевом бизнесе очевидные вещи не воспринимаются. Большинство новичков недоумевает, они расстраиваются, они страдают, они возмущены, они требуют удовлетворения в конечном итоге. Они не понимают, почему у них не получается, почему они не зарабатывают без деньги. Удивительно. Просто удивительно. Встречался сегодня с одним парнем. Хороший, толковый, разумный, взрослый человек. Только начал бизнес. Не очень здорово получается у него. Говорит, что вот за месяц там совсем ерунду заработал, подписал там двух или трех человек в бизнес. И на общем успешном фоне, говорит, мои результаты просто смешные. Не могу понять. Я, говорит, одного кадра уговаривал две недели. Две недели я бился над ним. Олег Григорьевич, научите, помогите. Что если такими темпами буду двигаться, то я очень мало чего успею сделать. И я ему сказал, что есть основополагающий секрет, который надо усвоить, и тогда твоя цена вырастет. Тогда ты будешь зарабатывать деньги и претендовать на большие доходы. Если ты это поймешь, то значит тогда шансы есть. Если не поймешь, то шансов нет. Если у тебя силы воли хватит действовать так, как надо, то тогда есть шанс. Что я имею ввиду? Когда человек заходит в сетевой бизнес, он должен понимать, что главная работа и весь успех в бизнесе определяется тем, как ты общаешься с людьми. Ты должен понимать, что люди, которые встречаются на твоем пути, которых ты хочешь привлечь в этот бизнес, от тебя должны услышать два предложения. Максимум три, лучше одно. Типа, у меня вот такая классная продукция, она вот так вот работает, на этом можно сделать кучу денег, ребята зарабатывают вот столько, я пока по нолям. Если тебе интересно, вот тебе листовка, вот тебе флайер, вот тебе ссылка на сайт, вот тебе приглашение на презентацию, приходи, там все расскажут. Вот что должен делать человек. Количество людей в единицу времени определяет успех в деле. Я говорю, ты понял? Да, понял. Вот я одному кадру рассказывал, там, значит, говорит он мне. Я ему и так, и так, у него денег нет, у него нищета, он хочет, он ныщет. Я ему это, это, я ему показал это, я ему видео показал, я ему туда повел, я ему там с ним, я там с ним неделю бился. Я говорю, слушай, ты мне не рассказывай про конкретных людей. Для успеха в твоем бизнесе конкретные фамилии, имена сейчас неинтересны совершенно. Сейчас интересно количество людей, которым ты рассказываешь в единицу времени, короткую интригующую информацию, отправляющую их дальше на информационный конвейер, где они получат в развернутом виде все, что надо, последовательно и постепенно. Ты это понимаешь или нет? Да, я понимаю, но вот они же не воспринимают. Я ему говорю, а он говорит, да я не верю, да я. Я говорю, как не веришь, ты смотришь? И он мне опять начинает рассказывать. Тогда я зашел с другой стороны. Я говорю, слушай, я вот недавно общался с одним своим партнером, уже таким опытным, он полгода работает. И он мне пишет в скайпе, что вот Олег Григорьевич за прошлую неделю подписал 8 человек, из них там 2 или 1 там квалифицировались на высшую ступень, в день зарабатывает там 150, 200, 300 долларов каждый день. Прошло полгода с начала бизнеса. Я говорю, вот это здорово, вот это ты молодец. Он говорит, но только дело в том, что не все так же начинают, как я. Я говорю, да, это верно, это правда, потому что таких, как ты, людей, которые понимают, как устроен бизнес, очень мало. Поэтому надо искать, 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 кропотливо, терпеливо, тщательно выискивать среди большого количества людей, те, которые будут правильно работать. Я говорю, а ты расскажи, за счет чего у тебя такой прорыв? Я помню совсем не так давно, первые 3 месяца ты вообще стоял, у тебя вообще ничего не получалось, ни денег, ни настроения, ничего не было. У тебя не получалось ничего, в чем дело, что произошло? Он говорит, я стал более уверенным в себе. Я говорю, за счет чего ты стал уверенным? Ну, за счет того, что я много общаюсь с людьми. Я говорю, когда ты успеваешь общаться? Так я им почти ничего не рассказываю, Олег Грёвич, я веду себя как разведчик. Я в основном помалкиваю, заинтригую и молчу. И после моего интригующего предложения они не могут не зайти на наш сайт. А там уже все, дальше уже там дело сделано. Я говорю, так значит, у тебя дело пошло, когда ты стал говорить большому количеству людей, часто, много, большому, вернее, количеству людей, короткую интригующую информацию, чтобы они только захотели узнать, а что же там дальше. Да? Да. А ты что, им больше ничего не рассказываешь? Нет. Они спрашивают, а я говорю, нет, я как молчу, как рыба. Я говорю, а требуется для этого сила воли? Он говорит, конечно, меня так распирает всем рассказать, меня так аж прет хочется рассказать, что я узнал. Я раньше этого не знал, как работает продукт, потрясающе, какой маркетинг план, потрясающе, какая компания, сколько людей денег зарабатывают. Все хочется рассказать, и когда я раньше себе это позволял, то у меня рассказ длился час, и человек обязательно уходил. Просто так, никуда не подписывался. А сейчас я ничего не говорю, просто интригую, и они идут, и из них часть подписывается. Я перебираю, 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 перебираю. Значит, успех приходит тогда, когда ты начинаешь просто перебирать людей, определять, подходит он или не подходит, задавая ему, давая ему короткую информацию, типа, Коля, привет, у меня к тебе есть важный разговор, есть продукт, на котором можно сделать кучу денег. Ребята зарабатывают по 1000 баксов в день. Зайди вот сюда, узнаешь. Потом поговорим. Все? Да. Это все? Да. Это все? Больше ничего не говоришь? Нет. И это срабатывает? И это срабатывает. И вот я этому новичку говорю, вот видишь, как человек поднялся. Каждый день получает 100, 150, 200, 300 долларов. Полгода в бизнесе. Первые три месяца стоял, потому что всем рассказывал сразу все. А сейчас просто интригует и отправляет на свой сайт. Ты понял? Понял. Это как по лесу. Идешь и определяешь, да или нет. Гриб подходит или не подходит. Поганка или не поганка. Поганок больше, к сожалению, чем хороших барвиков. Итак, главный закон состоит в том, что ты должен стать профессиональным человеком. Профессиональный человек в седевом бизнесе, зарабатывающий реально деньги, это тот, кто вводит много людей в бизнес. Эти люди используют продукт, продают его в розницу и набирают новых людей, которые используют продукт, продают в розницу и набирают новых людей, которые снова начинают делать то же самое. Со всего оборота этот человек получает деньги. Чтобы найти такого человека, нужно затратить усилия. Потому что не каждый первый, не каждый второй, не каждый третий хочет, может в данный момент этим заниматься. Только тот, который готов открыть к новым обстоятельствам, к новой информации, к новым условиям деятельности. Кто хочет? Как его определить? Как искать? Можно поодиночке затрачивать на каждого целый день, а потом убедиться, что он не работает, что ему не интересно, что он не хочет, что он не тот. А можно пойти по другому пути. В день переговорить с двадцатью. Сказать им короткую интригующую фразу, а всю остальную работу отдать инструментам. Презентациям, сайтам, видео и так далее, и так далее. Где вероятность выше? Конечно, там, когда большая часть людей пройдет по информационному конвейеру, и среди них отберется один, два, три, четыре, пять. А с ними ты продолжишь дальше. А тем временем новых, новых. Вот так бизнес делается. Будешь так делать, разбогатеешь. Ты понял? Понял. Повтори. Ну, я понял, что надо долго не разговаривать, надо просто сказать какую-то короткую такую информацию, которая бы его возбудила, заинтриговала, вызвала бы у него желание пойти и узнавать дальше. А самому быть изобоченным, чтобы найти следующего человека, с которым вот так коротко поговорить. И тогда, в результате такой долгой работы, все и произойдет. Организация начнет расти. Да, да. Вот. А раньше ты этого не понимал? Не понимал. Мне казалось, что надо рассказать, разжевать, объяснить подробненько, 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 чтобы он понял, осознал, проникся и включился в бизнес. Я говорю, вот это и есть тупик. Вот это и есть, если ты так действуешь, свидетельство того, что ты заслуживаешь три копейки за свою работу. Ты не профессионал, а дилетант. А если ты начнешь подходить по-другому, ничего им не говорить, а интригуя, отправлять в систему информационную, где сама система последовательно, постепенно, с использованием разного рода инструментов, разного рода информационных материалов, спикеров и так далее, подведет его, разжигая в нем желание и интерес. Если он подходит, он включится, если нет, ты на него время не тратил. Ты всего лишь сказал ему предложение, которое звучит так. Коля, привет, есть классная тема, можно заработать кучу денег. Там ребята зарабатывают, я пока еще нифига не заработал, но если тебе интересно, зайди сюда, я бы хотел, чтобы ты об этом узнал первым. И даешь ему ссылку на сайт. Вот как делается бизнес. Открываю вам совершенно секретные сведения, которые могут сделать богатым каждого, кто соберет силу воли в кулак, заткнется и будет молчать, научившись проговаривать только одну фразу. Теперь у меня к вам вопрос. Обратили ли вы внимание, сколько раз я повторил одно и то же, и как вы думаете, зачем я сделал это? До свидания. Продолжение следует...